всем привет я игорь морозов вы смотрите канал новинки айти не так давно на эти ютюбе пошла мода разбирать видеокарты очень углубленно то есть смотреть какие там дроссель и сколько воспитания какие контроллеры там и так далее и вот видимо на этой волне вышли некоторые обзоры на ютюбе которые ну прямо скажем внесли много путаницы там было много неверной и неправильной информации про фазы питания там говорили что aurus extreme edition там супер топовый который 1080 это просто супер какашка а вот бюджетный полит который раньше всем не нравился это просто супер мега топ чуть ли не лучше чем там asus trix или asus rock я никогда ни от кого не скрывал что я не инженеры не схемотехник поэтому в эти самые фазы питания я и не лезу тем не менее я всегда за правду и мне всегда хочется своему зрителю донести максимум полезной и правдивой информации в своих обзорах так вот это я к чему я недавно нашел на ютюбе замечательный канал где автор рассказывает про всю вот эту вот схемотехнику в материнках в видеокартах и сразу причем видно что у него есть образование в этой сфере причем получено но точно не на форумах это видно автор канала сделал свое опровержение этого самого некорректного обзора со сравнением 1080 ти и указал на все ошибки показал где авторы были неправы рассказал о всех терминах там в общем полностью очень подробный обзор по количеству дросселей вы можете узнать сколько линии питания поступает на gpu или память конкретно в этом случае это 14 линий на gpu и 3 на память ну а как же узнать сколько в этих линиях реальных вас и вот здесь уже начинается тонкости в первую очередь смотрит на контроллер а дополнительное количество фаз наращивается благодаря драйверам про которые я вам рассказывал ранее но кстати на стоимость мосфетов используемых видеокартах то я обладаю отличной информацией я сразу же списался с этим человеком и попросил его не сможет ли он сделать что-то в этом роде что-то похожее только чуть покороче и чуть более простым языком ну и раз уж у него уже на канале есть полный там очень подробный разбор схемотехники по 1080 ти то пусть уже будет для меня ролик на основе более народные более популярной gtx 1060 и он любезно согласился за что ему большое спасибо но перед тем как я передам слово валерию хочу рассказать вам про замечательный сервис который помог мне привести вот этот вот ван класс 5t в россию сразу после официального релиза это сервис бандеролька что это такое вы хотите купить какую-то вещь в зарубежном магазине но у них нет доставки в россию например вы регистрируетесь в бандерольки и вам выдают персональный почтовый адрес в америке вот на него вы уже как раз и оформляете доставку после этого бандеролька отправит вам ваш заказ домой в максимально короткие сроки но по желанию они могут еще проверить целостность и работоспособность прям там чтобы вам не пришлось обратно все отсылать ну и могут сделать дополнительно усиленную упаковку товара сейчас они запустили акцию и доставка всех смартфонов или умных часов в пункт самовылаза в москве или питере будет стоить всего 13 долларов так что если вы хотите купить новенький айфон и не хотите дожидаться пока он появится у нас в россии это отличный шанс ссылки будут в описании всем привет меня зовут валерий валерьевич я автор канала digital scorpion ко мне обратился игорь и попросил разъяснить для его аудитории ситуацию которая сложилась вокруг двух видео на канале техно кухня в первом видео с ног до головы обсирается схема техника видеокарты аурус gtx 1080 ти якобы крутым 20-летним специалистом даниилов который также разбирал подобным образом и другие видеокарты а во втором видео уже на основании его познание в схемотехнике а также никому не известной статистике качество элементной базы делается экспресс обзор всех видеокарт gtx 1080 ти проблема этих видео заключается в том что даниил является шарлатаном который ничего не знает про схемотехнику в общем и про принципы импульсного преобразования напряжения в видеокартах в частности и это при том что эти знания можно получить не только в технических вузах как их получал я в начале 2000-х годов причем по книжкам выпущенных еще в 80-е годы прошлого столетия ну и в свободном доступе в интернете на множестве сайтов он просто заимствовал контент зарубежного оверклокера билдзоида смешно то что плохие знания английского помешали ему понять суть этих видео и не помешали ему выдать себя за спеца рисуя аналогичные буквы и цифры но при этом не вся полную джич придуманную в своей голове также данил заимствовал и ошибку билдзоида который в своем видео годичной давности сказал что видеокарты аурус имеют 3 фазы питания вместо 12 хотя тремя неделями ранее билдзоид разбирал идентичную схему питания видеокарты asus strix и сказал что там 5 фаз питания опять же ошибившись так как там их 10 подробный разбор ошибок горе техна блогеров с канала технокухня вы можете посмотреть на моем канале но в этом видео мы с игорем хотели донести до вас мысль что иногда хорошие специалисты как билдзоид могут ошибаться но в то же время есть некомпетентные блогеры которые обладают большой аудиторией и ради хайпа и зарабатывания бабла они готовы на все даже на обман своих зрителей посовывая им не просто чужой контент в топ числе и с ошибками а еще и осознанно дезинформируя посредством выдуманной информации ну а мы в свою очередь просим вас перепроверять информацию из разных источников а не слепо верить кому-то одному и чтобы это видео было еще и полезным для вас я постараюсь ваконично разъяснить вам ту информацию про систему питания которая может быть вам полезна при выборе видеокарты или материнской платы система питания материнок или видеокарт называется vrm расшифровывается как модуль регулирования напряжения но регулирование это второстепенная задача а первостепенное это преобразование напряжения vrm преобразовывает напряжение 12 вольт который приходит из блока питания в более низкое для питания процессора и оперативной памяти при условии что мы говорим про материнскую плату а для графического чипа и памяти видеокарты если мы говорим про vrm видеокарты по своей сути vrm это импульсный преобразователь напряжения принцип его работы вам знать не обязательно но нужно знать что это преобразование не проходит без негативных явлений одним из которых является пульсация напряжения для того чтобы эффективно бороться с этим явлением применяется многофазная схема питания ее суть заключается в том что подавая питание одновременно по нескольким линиям но каждая из них с небольшим смещением во времени относительно других сама пульсация уменьшается во столько раз сколько линии питания мы применили то есть если мы применим 5 фаз то пульсация напряжения уменьшится в 5 раз это происходит за счет того что результирующее напряжение на процессоре имеет меньшую пульсацию чем напряжение каждой отдельной линии но борьба с пульсацией это не единственный положительный эффект от использования многофазной системы питания в компьютерной технике в одре ее применению снижается и нагрузка на каждую линию питания так и через нее проходит меньше ток а это в свою очередь уже влияет на уменьшение нагрева каждого элемента и как следствие приводит к уменьшению тепловых потерь но как мы знаем меньше нагрев значит нужны менее громоздкие системы охлаждения а меньше тепловые потери это меньше затрат энергии на работу в целом конечно же для разных по мощности видеокарт или процессоров нужно разное количество вас в системе питания для равномерного распределения нагрузки поэтому я вывел свое правило на каждый 20 максимум 25 ватт потребляемой мощности нужно одна фаза питания исходя из этого правила к примеру для видеокарт 10 поколения geforce я сделал вот такую таблицу чтобы понимать как все вышесказанное мной в реальности может вам помочь давайте рассмотрим графики стресс тестов 9 видеокарт gtx 1060 с разными системами охлаждения и количеством фаз питания и так самый топ из этих карт законно занимает видеокарта asus trix в первую очередь благодаря большой системе охлаждения которая охлаждает эффективно не только графический процессор но и зону vrm также у нее эффективно определяется тепловая нагрузка по семи фазам питания что в итоге хорошо сказалось на производительности и стабильности но справедливости ради нужно отметить что это самая дорогая карта из всех представленных если добавить порядка 10 12 процентов к ее стоимости то уже можно купить дешевый 1070 что будет скорее всего практичнее далее мы видим что ей пытается составить конкуренцию карта политжет стрим у нее это плохо выходит так как несмотря на хорошую систему охлаждения причем ничем не уступающую asus trix у ее частоты частенько сбрасываются очевидно что проблема не в плохой системе охлаждения чипа а в плохом распределении нагрузки по фазам питания так как зоны vrm достаточно сильно нагревается аналогичную ситуацию с нестабильной частотой графического чипа из-за плохого распределения нагрузки в зоне vrm мы наблюдаем и у других видеокарт конкретно в нашем случае это видеокарты nvidia foundress edition и dvga super clock it а так как их системы охлаждения более скромные чем у политжет стрима то и частоту они держат меньше также мы видим что карты и vga ftw и и на 3d gaming с более скромными системами охлаждения но с лучшим распределением нагрузки в зоне vrm чем у видеокарт джет стрим за счет шести фазных систем питания намного более стабильная здесь важно отметить что в итоге эти карты имеют немного большую производительность хоть и работают на чуть меньших частотах чем политжет стрим и все как раз благодаря стабильности конечно же этот тест это частный случай и ситуация в других приложениях или играх может быть не такой как на этом графике но в то же время если вы к примеру занимаетесь графикой и рендерите видео то ситуация будет именно такой если не хуже так как сам рендер может длиться не полчаса как этот тест а часа два и более это у меня все надеюсь эта информация была вам полезна что ж от меня еще раз спасибо большое валерию ну если вам понравилось это видео то давайте наберем ему 7000 лайков и тогда я попытаюсь все-таки уговорить его сделать для меня такое же видео но уже на основе новых видеокарточек nvidia rtx ну и обязательно подписывайтесь на его канал если вы хотите еще больше разбираться в материнках видеокартах схемотехники зонах vrm и так далее но если вам сегодняшней информации было мало вы хотите знать больше то у него уже есть полный разбор gtx 1080 ти опять же там с разбором видео другого канала все ссылочки самые полезные будут как всегда в описании у меня на этом все всем спасибо и пока